Друзья, всем привет! Я решила записать такое коротенькое, наверное, видео, видео-болталка. Многие не подписаны на меня в Инстаграм, поэтому не в курсе. Тот, кто подписан, тот знает, что я уже вернулась с отпуска. Все видели там фотографии, да, то есть я старалась снимать Инстастори и держать вас в курсе. Но тот, кто не подписан на Инстаграм, тот, естественно, видел меня только вот по влогам. Я уже вернулась, но влоги с отдыха все равно будут еще выходить. Я их буду чередовать с другими видео, с видео, например, по уходу за собой. Я обещала такое видео и, наверное, сниму вот в ближайший сегодня-завтра. Вот. У меня появилось время свободное, сейчас тоже расскажу, почему, для съемки видео. И хочу вас поздравить с наступающей Пасхой. Сейчас я записываю это видео в Страстную Пятницу. Постараюсь сегодня же смонтировать и завтра выложить вам на канал. Вот. Поэтому поздравляю вас, вас, вашим деткам здоровья, семье вашей здоровья и всего самого-самого наилучшего. Итак, вернулась я со Шри-Ланки слегка другое. Это заметили как мои родные, так и я сама. И многие, кто меня смотрит по инстаграму, мне начали писать и говорить, что я слегка изменилась. Скажу честно, я не совсем могу понять, как именно я изменилась. Ну, понятно, что что-то поменялось. И сейчас, наверное, я это даже обсуждать не буду. Не знаю, что это. Обсуждать не буду. Почему? Потому что я пытаюсь сама разобраться, что же со мной происходит. В любом случае это во благо. В любом случае мне стало лучше, мне стало легче. Потому что, когда я уезжала, у меня были определенные моменты, которые в моей жизни мне не нравились. И по приезду некоторые я решила, к некоторым я просто начала относиться по-другому. То есть я их просто приняла. Приняла себя такой, какая я есть. Это, кстати, очень важно. И я вам могу сказать, что мы только можем думать, что вот, я принимаю себя такой, какая я есть. Я так долго думала, нифига, я не принимала себя, пока вот со мной не произошли определенные трансформации. Я очень благодарна Ясне. Я не буду терять ее из виду. Я буду дальше ходить на практике. Если хотите, можете присоединяться. Я никого как бы не закликаю делать то же самое, но рекомендую. Потому что все-таки это очень нас меняет. Я только учусь. Не сразу я там оп и поменялась. Конечно же, я иногда себя сдерживаю в каких-то моментах. Мне очень помогают медитации, практики определенные, которые у нас запущены в нашей специальной группе. Та группа, которая с нами, ну, которая ездила на Шри-Ланку, у нас есть в Фейсбуке группа. И вот там вот у нас медитации нам ясно сбрасывает, практики. И очень здорово помогает. Я на ночь обязательно медитирую. Но медитация, вы просто многие могут понять, это чуть-чуть неправильно. Я раньше, кстати, тоже так думала. Я думала, что медитация, вообще как бы медитировать может только там в Тибете какой-то монах. И только он может уйти в нирвану. На самом деле медитация это просто мысли, когда вы слышите себя. Я сейчас не буду как бы углубляться в это. Если захотите, может быть, я не знаю, когда-то попозже я сниму видео на эту тему. Может быть, информацию вам какую-то сброшу. И я думаю, что судя из того, что вы пишете, что очень многие девчонки уже в курсе. И я только новичок, я только, можно сказать, учусь. И я только-только хочу это узнавать и познавать. Поэтому вот, кто уже в курсе, может даже мне сбрасывать какие-то тоже информацию, книги. Я буду очень-очень рада, потому что мне хочется почитать разные религии. То есть я осталась в своей религии, не переживайте, это не секта. Ну, просто мир стал другой. Я как бы часто об этом говорю, я так сравниваю. Знаете, когда вот у лошадях есть такие шторки, чтобы они видели дорогу только прямо и не видели, что по бокам, чтобы их не пугало. Вот мы, по сути, наверное, так же себя ведём в нашей жизни. Дом, работа, быт. И мы видим только вот, ну, наверное, вот то, что мы видим. Когда ты окунаешься в природу, в данном случае я окунулась в остров, это были стихии, стихии воды, огня, воздуха. В общем, было очень круто. Вы видели. И дальше ещё будут влоги ещё круче, ещё интереснее, ещё красивее. Вот. И ты начинаешь всё по-другому воспринимать. Кстати, я уехала на 21 день. То есть как, я уехала на 11 дней. О, кто-то едет. Сейчас видео, наверное, прерву. Я уехала на 11 дней, но там планы поменялись, и я осталась. То есть группа у нас была 11 человек. Трое должны были уехать вместе со мной. И я решила, что, наверное, мне надо остаться для того, чтобы за 21 день я смогла привыкнуть к определённым вещам. И действительно это произошло. Я начала завтракать. Я по утрам начала пить горячую воду. То есть кипяток. Ну, как кипяток. Не то, что прям кипяток. Кипяток нельзя пить. Это не совсем полезно. Просто как бы тёплую воду. Вот. Кто-то идёт. Так же я начала медитировать. Я начала заниматься практиками. И если бы я была только 10 дней, например, там, то тогда, я думаю, что я бы, наверное, забросила. А за 21 день приходит привычка. И действительно я привыкла. Так, у меня уже рука устала. Держать телефон. Вот. Я хотела коротенькое видео. Уже 8 минут. Будет на 10. Сейчас за 2 минутки надо наболтать всё, что я ещё хотела. По планам хотела рассказать. Ладно. По поводу моей поездки. Вы часто спрашивали по поводу цены. Но про цену я всё-таки, наверное, лучше скажу в личку. Это, конечно, не секрет. То есть вообще ничего секретного нет. Я прямо об этом говорю. Но в любом случае, если вам интересно, я отвечу в личку. Поэтому пишите мне тогда или в Инстаграм, или в ВКонтакте. Также, что ещё? Ну, сказать, что я в восторге, что это одно из самых лучших моих путешествий в жизни. Ну, я думаю, это даже не стоит говорить. Это было просто потрясающе. Так, ещё хочу рассказать по поводу дёмушки. Наш дёмушка уехал. Наш дёмушка уехал к бабушке. То есть меня положили в больницу. Вы не переживайте, всё нормально. Я со Шри-Ланки ничего не привезла. Никаких инфекций. Это связано с моей головной болью. И из-за перепада, наверное, климата, или давления, или, в общем, непонятно чего. Врачам что-то не понравилось. И они решили, что надо мне полежать в больнице. Ну, у меня просто начались головные боли. И сейчас я прокалываюсь, и мне стало гораздо легче. Вот, поэтому моя мама сказала, что я ничего не знаю, ты мой ребёнок, мне важно твоё здоровье, неделю побудешь без сына. И сказала, привезите срочно. Вот, поэтому вот так вот. Пасху мы будем отмечать без малыша, поэтому она будет не такая, как в том году. В том году было как-то всё грандиозно, мы там всё готовили. В этом году Пасху я заказала. Одну заказала, а вторую просто мне подарила хорошая знакомая. Вот, привезла корзину с вкуснячьими просто Пасхами, где, как бы, где два раза сразу же её и съела. То есть, на неделю, можно сказать, ещё до Пасхи, на днях надо бы подождать, а они взяли и всё размели. Но было очень-очень вкусно. Я, кстати, оставлю внизу контакты, наверное, Инстаграм, может быть, номер телефона. Вот, она безумно вкусно печёт. И Пасхи были мокрые, как я люблю. Ммм, вкусняшечка, и такие красивые. Вот, поэтому её мы съели, а те, которые я заказала, уже мы пойдём в церковь светить. Про Дёмушку рассказала, поэтому целую недельку мы будем без малыша, потом мы поедем, его заберём на машине. Вот, ну, то есть, эту неделю пока меня колят. И он такой классный, он даже не скучает. Я говорю, ты скучаешь за мной? Да. А по факту мама говорит, нифига, он даже про вас не вспоминает. Может, она, конечно, говорит, чтобы нас успокоить, но хотя я по телефону с ним разговариваю, он говорит, не мешай мне, я суп варю. Он мне суп варит. Говорит, я тебе суп варю, картошку там режет бабушки, в общем, им там весело вдвоём. Я очень маме благодарна, на самом деле, что, вы видите, как всё так как-то сложилось и с отдыхом у меня хорошо. И вот я вернулась, недельку дома побыла, и мама говорит, мне срочно нужен Димит. Вот, поэтому неделю мы с Никой, можно сказать, на расслабоне. У меня будет возможность поработать, потому что моя работа никуда не делась, я много прогуляла, и я хоть и работала дистанционно, но в любом случае, как бы, ну, она никуда не делась. Я приехала, а у меня такая стопка документов, вот, так что мне тут работать и работать, монтировать и монтировать, потому что вас забывать я тоже не могу. Я хочу видео, которые я обещала вам выкладывать, и у меня много классных новинок, которые мне присылали как блогеру, и есть, которые вещи, ну, такие, знаете, продукты, которые мне понравились, есть, которые такие не очень, я вам хочу обо всём рассказать. Вот, это мои такие ближайшие планы. И ещё хочу снять вопрос-ответ, и я вот думаю, наверное, в Инстаграм я, не знаю, как сделать правильно, чтобы просто я не искала эти вопросы. Хочется, чтобы они были в одном месте, и, наверное, это будет Инстаграм. Я в Инстаграме фотографию выложу, и там сделаю вопрос-ответ, сниму для вас, потому что очень часто задают вопросы, и, ну, я поняла, что уже назрело, назрело видео вопрос-ответ. Я уже говорила, да, что мы не будем отмечать, так как в том году, в том году мы прям все семейства, Петя был, мама была, Дёмка, и мы тут шашлык жарили, вот. В этом году всё попроще, пасочки, я говорю, что я заказала, половину мы съели, яйца мы с Никулькой сейчас покрасим, вот. Это Страстная пятница, надо в Страстную пятницу, да, яйца красить, вот. В субботу уж ничего не делают, или наоборот. Напишите мне, как правильно. Ну, сейчас я маме позвоню, спрошу, когда надо красить яйца, в том, что, на самом деле, я уже забыла. Прям забыла, вот, вылетела из головы. Хотя каждый год всегда красим яйца, и всегда паски пекла. Странно. Хочу сказать, что летом у меня, конечно, есть грандиозные планы в плане отдыха с детьми. Я почему у вас в Инстаграм спрашивала, какие у вас планы, потому что, ну, хотела вдохновиться, и действительно вдохновилась. Я очень захотела в Карпаты, поэтому спасибо вам огромное за ваши идеи. Потом мне понравилась идея с палаткой, вот. Если комары не съедят, всё-таки надо попробовать, это очень интересно. После отдыха мне хочется пробовать всё новое, что я не пробовала. Жизнь изменилась. Вот прям, вы не поверите, я не думала, что отдых и вот такие вот просто обычные вроде бы как бы практики. И со стороны кажется, ну, ничего особенного. Когда ты это проходишь каждый день, вот прям каждый день, даже вот если съездить на 10 дней, уже будет результат. Но 21 день — это просто мега круто. Это я опять к этой теме вернулась, но я просто под впечатлением, честно. Наверное, всё. Наверное, всё. И я постараюсь в ближайшее время записать вам видео про крема, про косметику. Я знаю, ещё есть у меня должки, должок, да, по поводу видео. Но всё буду стараться успевать делать. Вот, но вы знаете, я начала рано вставать и рано ложиться, то есть в 9 меня уже выключает. Вот прям честно говорю. Я живу ещё по тому времени, там плюс 3, плюс 2,5. Соответственно, когда тут 9, там уже 12. Соответственно, я хочу спать. И мне это нравится. Я ложусь в 9, 10 и встаю в 6, 7 и чувствую целый день себя потрясающе. Кто рано встаёт, напишите. Ну и рано ложиться. Кому вот, кому нравится такой режим? Я всегда была собой, а оказывается, на самом деле нет. Вот если выработать привычку, я теперь в это верю. Если выработать привычку, за 21 день это работает. Вот реально работает. В общем, я под впечатлением. Я надеюсь, что вы мне поотвечаете на вопросы. Вот, на мои. И позадаете мне вопросы. Может быть, что-то по Шри-Ланке вас интересует. А вопрос-ответ, наверное, всё-таки в Инстаграм я сделаю такой пост. Всё, спасибо вам большое за то, что досмотрели это видео до конца. Я вас всех очень-очень-очень люблю. И до новых видео. С Паской. Пока.